Кандидат в президенты США Трамп накануне выборов 2016 года встречается с бывшим генералом КГБ СССР предателем Калугином. На этом настояла его жена Мелания. Беглый генерал должен проконсультировать Трампа, как ему привлечь на свою сторону 4 миллиона избирателей русских-американцев. От Калугина Трамп узнает, что ему нужно использовать в избирательной кампании слегка потухшую, но любимую русскими эмигрантами в США, звезду шоу-бизнеса 80-х и 90-х годов, создателя группы «Ласковый май» Андрея Разина. Чтобы понять причину такого предложения, Трамп соглашается выслушать Калугина. Так начинается история всего романа длиной почти в 60 лет. Итак, вторая серия. Советский Союз, Ставрополье, село Приольное, 1972 год. Портрет человека с огромным родимым пятном на лбу он впервые увидел в кабинете директора детского дома и наивно спросил его. «Кто это?» Меченый висел рядом с портретом Ленина. Директор сразу подобрался и рассказал, что Михаил Сергеевич – это первый секретарь Ставропольского крайкома партии. В свои 8 лет худой, как все детдомовцы, сирота сразу понял – вот он, самый большой начальник. Тот смотрел на него с висящего на стене портрета задумчивыми и добрыми глазами. Через засиженное мухами стекло Михаил Сергеевич даже улыбался этому мелкому кослявому существу, что глядел на него снизу вверх в кабинете директора детдома. Горбачев в ту первую встречу явно не догадывался, что перед ним монстр с инстинктом древнего гигантского и ненасытного насекомого. Второй раз в жизни Андрей увидел портрет меченого человека в доме Марии Пантелеймоновны. Его приемная бабка, баб Валя, подрабатывала у нее кухаркой, и несчастного сироту пускали в ее крашеную белой известью хату, когда он на лето приезжал из детдома в село Привольное. Дело было так. В тот день он перебрался через плетень, подошел к веранде соседской мазанки, отодвинул висящую на входе марлю и вошел. Теть Маш, баб Валя велела принести для борща лук, капусту и помидоры. Заходи в дом, услышал он в ответ из-за двери. На веранде пахло деревенским домом, а стекло билось в крупная черная муха. На стуле возле застеленной клеенкой стола сидела рыжая кошка. Она внимательно следила за мухой, не обращая внимания на басовую шлепку, что, закусив нижнюю губу, пробрался на летнюю веранду дома. Андрей открыл входную дверь и ныгнул в сене. Тущая кошка, видно, давно хотела проникнуть в дом. Задрав трубой тонкий крысиный хвост, она первой проскочила в сене. Слева на стене висел синий халат, на полу стояли резиновые сапоги и калоши. Наглая животное застыло у следующей двери. Оно с хрипотцей мяукнуло, дверь открылась. Здесь, в белом от муки фартуке, подперев руки в боки, стала хозяйка. Пахло испеченным хлебом. Заслонка на чисто выбеленной русской печи закрывала устье, за которым явно что-то томилось. — Положи! — Мария Пантелеймоновна кивнула сироте в сторону кухонного стола у окна. На желтой клеенке с синими цветочками стоял графин с водой и граненый стакан. Стеклянная банка с солью и запечатанная коричневым сургучом бутылка с наклейкой «Московская особая водка». Из серой оберточной бумаги выглядывал светло-коричневый изгиб куска колбасы. Рядом с бутылкой водки лежали три румяных буханки белого хлеба. Андрей положил сетку с капустой и луком на стол и со святой простотой, тонким сиротским голоском попросил бабушку Машу пустить его посмотреть на жилую комнату, как говорили в привольном, зал, куда уходила вторая половина огромной русской печи. Баба Маша покосилась на его грязные босые ноги, треники с вытянутыми и дырявыми коленками. Самое бы время ей сказать «Брысь!», но что-то остановило ее, вспомнила, что он сирота, а грязь на полу можно и смыть. Она кивнула на дверь, открыла ее, и Андрей шагнул на тканые половицы. В полутемной комнате, как и положено в настоящей хате мазанки, стекали ходики. В углу стояла тумбочка с телевизором, рядом радиола. А его ногу шаркнула рыжая кошка и прыгнула на диван, что стоял справа от двери. Андрей невольно проследил взглядом за нахальной тварью, которой позволено делать в этом доме все. Потом глазами зацепил иконку с божницей поверх нее и фотографию военного в черной гимнастерке, черными волосами и застывшими печальными глазами. В это время баба Маша включила свет. И вот тут сирота замер в полном изумлении. Напротив входной двери, между окнами, висел портрет человека, которого он видел в кабинете директора детдома. Портрет был другой, но красное родимое пятно на лбу могло быть в этом мире только у одного человека. «Кто это тетя Маша?» – спросил Андрей шепотом. «Да, сынок мой, Миша!» – ответила женщина за спиной и замерла, опершись о косяк двери, глядя с любовью на портрет. «Вот борщ с Валентиной готовим, котлеты. Приедет сегодня к вечеру». После этих слов Андрей сирота продолжил стоять, как вкопанный, вперевшись глазами в портрет. «Он мгновенно понял. Вот его счастливый случай. И он почти в раю». Детский организм не выдержал напора чувств, и мальчик пустил в штаны все, что накопилось в ночевом пузыре. Мокрое пятно медленно набухло на половике вокруг грязных ног. Драная кошка прыгнула с дивана, принялась обнюхивать пятно. «Если бы мама Миши Горбачева была женщиной злой и безжалостной, то непременно треснула бы его сковородой по голове. Но Шкету повезло. Заметив неладное, хозяйка лишь попросила скатать половик и отдать его Валентине постирать. Этот косяк уже не имел для мальца особого значения. Как и положено круглому сироте, он мыслил намного взрослее своих счастливых семейных одногодков. Знал, что не отцепиться от дядьки с красным пятном на лбу уже никогда. Опустившись на четвереньки, он скатал половик, зажал его подмышкой и виновато поднялся. Не смей посмотреть в глаза тети Маши. Затем выскочил на кухню и через сени на летнюю веранду. Сквозняк колыхнул марлевую занавеску, что висела на входе веранды. Черная моха все так же билась из стекла. И тут, перед выходом с веранды, дорогу ему преградил незнакомый мужик. На нем были черные брюки и белая рубашка с коротким рукавом. «Стоять!» – коротко приказал он и схватил Андрея за ухо. Да так резко повернул его от себя и вывернул, что сирота невольно задрал нос и встретился глазами с незнакомцем. «Чего скоммуниздил? Кто такой?» «Соседский Андрей от бабки Вали». Ухо становилось все больнее, но он и не думал выворачиваться. Уж больно грозное и каменное лицо над висном одним. «Принес Марии Пантелеймоновны капусту с помидорами для борща дядь Миши». Выпалил он. Ухо мгновенно освободилось. На лице незнакомца нарисовался вопрос. «Ах! На каникулах у баб Вали, моей приемной бабушки». Пацан в драных тренингах не врал. Баб Валя, потерявшая всех своих родственников и детей, действительно упросила директора детдома отпускать маленького и умненького Андрюшу к себе в село Привольное на летние каникулы. «Ухо! Ну чего ж сразу не сказал!» Ласково прожурчал мучитель. Его глаза еще заметнее потеплели. Металл из голоса улетучился. Он погладил сироту по голове. Несколько раз провел потной ладонью, сначала против шерсти, потом обратно. «А я Олег Данилович Калугин. Можно просто дядя Олег. Помощник Михаила Сергеевича Горбачева. Сына Марии Пантелеймоновны». Он присел на курточке и оказался глазами на уровне глаз хитрой шмакодявки, что стоял с зажатыми подмышкой половиком. «Давай помогу донести». «Куда?» Если бы будущий махинатор знал, что такое оргазм, он тут же понял бы, что уже испытал его дважды за последние несколько минут. Сначала, когда увидел портрет большого начальника с кляксой на лбу, и оказалось, что он сын баб Маши. И второй раз, когда помощник человека с кляксой испугался всего лишь упоминания имени дяди Миши. «Дяденька, я сам!» ответил Шкет. «Ну что, тогда давай пять!» Олег Данилович, ласково улыбаясь, протянул потную пятерню. «Давай дружить и забудем, что я тебе ухо открутил». Думал, ты вор. Не дожидаешься, он взял маленькую сиротскую ладонь свою и крепко сжал. Даже муха, что билось и стекло, перестала противно жужжать. Казалось, она ждет ответ будущего монстра, поняв, что присутствует при рождении главной фантасмагории двадцатого и двадцать первого века. «Давайте дружить, Олег Данилович!» пропищал Андрей и опустил глаза. Вдруг Калугин резко встал и вытянул руки по швамку. «Шо это, Олег? Ты шо к ребенку пристал? Когда Миша приедет?» В дверях стояла Мария Пантелеймоновна. Сирота не стал ждать ответа и проскользнул мимо взмокшего Калугина на двор. Вечером того счастливого дня он не мог заснуть. Приемная бабка застелила скрипучую раскладушку на дворе, но он все смотрел на дорогу и ждал. Когда на фоне усыпанного яркими звездами неба над раскладушкой начали бесшумно сновать летучие мыши, к соседской хате подъехала белая волна. Она въехала в открытые ворота и остановилась в круге света льющимся из застекленной веранды. Из машины вышел мужчина в такой же, как у Калугина, белой рубахе с короткими рукавами. На крыльцо тотчас выползла Мария Пантелеймоновна, подошла к сыну и обняла своими распухшими руками. Тут же откуда-то из темноты, как черт из коробочки, к машине подскочил Калугин. Поздоровался по имени-отчеству с Михаилом Сергеевичем и открыл заднюю дверцу в Волге. Из нее выползла женщина, за ней девочка. «Раиса, давай хватаем Иру и бегом спать!» Горбачев обнял жену за плечи и повел ее в дом. Девочка молча засеменела за ними. Калугин открыл багажник машины, достал две пузатые сумки и понес в дом. Через пять минут он вышел, сел в Волгу, и машина укатила. Андрюша сирота как-то разом успокоился, отянул простыню до носа и уставился в звездное небо. В детском доме их научили различать созвездия на ночном небосклоне. Большая и малая медведица, полярная звезда и весь блечный путь ласково мерцали только ему. По небу косо прилетела падающая звезда и он загадал желание. Читал когда-то. Если это сделать, то мечта обязательно сбудется. Загадал и крепко заснул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok